Итак, мы запускаем программу Клиентоскоп, после чего мы выпадаем автоматически в простой режим программы. Это минимально необходимые настройки, чтобы начать подписку. В расширенном режиме доступны большинство других функций, такие как геотаргетинг, подписка несколькими аккаунтами одновременно, лайки и так далее. В простом режиме вы забиваете свой логин, пароль, который у вас сейчас есть для аккаунта Twitter, Перископ, нажимаете вход. Программа авторизует вас, выводит ваши данные, показывает ваше текущее количество подписчиков и количество людей, на которых вы подписаны. Теперь, для того, чтобы начать подписку, необходимо сначала выбрать людей, на подписчиков которых вы будете подписываться. Для этого мы сначала вбиваем сюда имя, допустим, или тематику, по которой будем искать людей. То есть нам, например, интересуют люди, у которых в описании написано, например, слово «бизнес». То есть напишем. Так как у них, у этих людей должны быть подписчики, интересующиеся зарабатыванием денег, то это наша целевая аудитория. Поиск произведен. Вот мы смотрим, какие результаты у нас. Выбираем несколько аккаунтов, у которых много подписчиков. Мы на них будем подписываться. Допустим, вот выбрали необходимых, нажимаем «Добавить». Они добавляются в поле парсинга. Парсинг – это процесс поиска подписчиков у этих людей. То есть выбираем всех. Нажимаем «Искать подписчиков». Начинаем парсинг. Сейчас программа собирает необходимые данные. То есть она анализирует и выводит сюда подписчиков этих людей, которых были выбраны изначально. Мы не будем всех долго ждать. Поэтому остановим поиск сейчас. После того, как мы отобрали людей, надо нажать «Можно применить фильтр». Для того, чтобы выбрать людей, которые, допустим, заходили не так давно, а последний вход у них был в Перископ. То есть, например, те люди, которые заходили там два месяца назад, они нам не интересны. Потому что они не интересуются так часто этой темой. Значит, нам на них подписываться нет необходимости. То есть ставим фильтр, допустим, с 1 января. Применять фильтр. Закрываем. Вот у нас получилось, так как это последний он сортировал, то, в принципе, они все идут у нас актуальные люди эти. Нажимаем «Удалить дубли». Это чтобы убрать повторяющиеся имена, потому что могут совпадать подписчики у одного, у второго и у третьего человека. Одни и те же быть люди, чтобы нам на них повторно не подписываться. Мы удаляем дубли. Все. Теперь переносим всех в задание на подписку. Вот 1631 человек. Сейчас у нас будут добавлены в поле, которое у нас называется «Подписка». Вот это количество. Вот это ID этих учетных записей. Уникальный идентификатор. Здесь они списком добавлены. Все. Теперь мы нажимаем «Начать подписку». И программа автоматически начинает подписываться вашим аккаунтом к этим людям. Все. Смотрим. Успешно авторизовались. Все. Началась подписка. То есть мы уже подписались на первого человека в списке, который идет. Сейчас появится второй, третий и так далее. То есть теперь мы можем обновить информацию здесь и увидеть, что у нас количество людей, на которых мы подписаны, оно растет. Все. Оно добавляется. Соответственно, подписка происходит раз в 6 секунд в простом режиме. Отписка происходит раз в секунду. То есть можно отписаться от всех, от невзаимных и так далее. То есть процессы эти можно запускать параллельно. Вместе с подпиской. Сейчас мы увидим, как это происходит. Все. Идут события отписки, подписки параллельно. Вот. Далее у нас идет расширенный режим. Но на нем я остановлюсь чуть позже. Продолжение следует.